хотел вот чего начать мы благодаря некоторым коллегам пришли снова к вопросу могут ли мобилизованные в армию быть жертвами и жертвами кого и вообще актуален ли этот вопрос сейчас послушайте если исходить из того что мир не аппликация все-таки люди живые то любой вопрос во первых любой вопрос любой вопрос можно обсуждать я зайду с большого затакта но это важный затак любой вопрос можно обсуждать если само обсуждение вопроса приравнивается к измене какой-либо родины и родине да если выясняется что есть темы которые уже кем-то решены их обсуждение само по себе есть нравственный проступок то тогда лучше как говорится не жить значит давайте договоримся что можно все обсуждать пробовать на зуб приводить доводы соглашаться не соглашаться если мы не бойцы пропагандистских армий а люди и журналисты а журналист это не боец пропагандистской армии какой бы то ни было а это человек который задает вопросы просто умеет формулировать вопросы которые волнуют общество умеет добиваться на них ответов давать их в том числе от себя от своего имени формулировать это как бы большой такой большой затакт да конечно конечно мобилизованные жертвы конечно разумеется они жертвы пропаганды они в буквальном смысле иногда жертвы войны очень часто и гибнут идейных среди них мало идейного человека нельзя назвать жертвой да ну потому что он он осознанно идет на то на что он идет слюб какой бы то ни было стороны человек который поставлен сложные мучительные противоречивые обстоятельства да условно жертва 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 был ли жертвой нацистской машины генрих бель или юнтрограсс которых послали воевать да я знал не близко но знал дэдэциуса переводчика немедленно друг друг летца да переводчик блестящий человек он был ветераном сталинградской битвы с той стороны он отсидел потом в лагере он фашистский оккупант его мой дед если бы дожил должен был бы убить и правильно бы сделал с точки зрения исторической с точки зрения человеческой безусловно жертва жертва режимов и гитлеровского и сталинского да мобилизованные жертвы по большей части именно так потому что повторяю ситуация в которой за отрицание войны можно получить восемь с половиной лет как сегодня получил московский студент да и за что уже сидят и карамурза и горинов яш в этой ситуации требовать отчека героизма вообще требование героизма это довольно странное требование снаружи это требование к себе может быть только только наш друг володя карамурза может к себе предъявить такие завышенные требования невероятные почти не человеческие пойти на казнь да из принципа или илья яшина или алексей навальн требовать этого от человека и тыкать ему в лицо его не героизм или даже не мужественное поведение я все время цитирую это плохо я все время цитирую знаменитый диалог из пьесы жизнь галилея бертольда брехта а он знал о чем писал вот уж кто знал да с той стороны с этой стороны и у него там есть диалог когда галилея отрекается его учеников ну так сказать такой ну ладно неважно ученик гордый прекрасный молодой ученик восклицает восклицает несчастно страна в которой нет героев на что галилеей в рергтовске отвечает несчастная страна которая нуждается в героdert несчастная страна которая нуждается в героcture до мобилизованные, разумеется, жертвы. Стоит ли в связи с этим российскому человеку донатить ВСУ или не стоит? Это вопрос личного выбора. Того человека, который это делает. Я знаю людей, которые донатят. Я знаю людей, которых что-то останавливает. Это личный, мучительный, сложный, нелогический, неголовой это сердцем делает этот выбор. И это нормально. А вот набегающий комиссариат, комиссары в пыльных шлемах с обеих сторон, которые немедленно начинают тыкать в лицо, раздавать пощечины и говорить человеку, как он должен поступить со своей жизнью, со своими деньгами. Вот это пошло. Люди говорят, что у человека всегда есть возможность убежать, если его призывают, этого мобилизуют, то есть возможность даже сесть в тюрьму, это лучше, чем пойти убивать. Со мной, Саша, со мной об этом спора не получится. Со мной об этом спора не получится. Я убежал. А во-первых, во-вторых, если бы шел выбор между тюрьмой и убийством, или самоубийством, я бы сел в тюрьму. Разумеется, со мной спора об этом нет. Но у каждого человека своя жизнь, свой опыт, свои возможности. У меня есть в том числе материальные возможности. Большинство мобилизованных, они слово иммиграция не знают. У них нету этой опции в голове. У нас, обитателей Садового кольца, Арбат-11, да, эта опция, так сказать, в голове у московских мальчиков и девочек, не только московских. Тем не менее, эта опция есть. У меня опция миграции есть с юных лет, когда первые друзья начали уезжать. Я, в принципе, понимаю, что с какого-то момента это была реальная опция для меня, реальная опция жизни. Я могу уехать, могу остаться. Я могу об этом думать. Огромное количество людей не подозревает об этой возможности. Первое. Второе. Послушайте, у людей разные обстоятельства, у людей старые больные родители, да, у людей финансовые разные обстоятельства. И я могу, сказать, пропадите вы пропадом и закрыть дверь и переехать в Европу или в Израиль, куда захочу, и жить там, и работать, да. А для огромного количества тех, кто бежали даже, мои товарищи, читавшие те же книги, что и я. Но это обрушение мира. Это обрушение мира. Это выброшенный вон статус. Это с нуля начатая жизнь. Это дети, это старые, это старики родители. Это очень сложный выбор. Еще раз говорю, этот выбор каждый человек для себя вынужден делать. Нельзя не сделать выбора в данной ситуации. Правда, с той стороны состоит в том, что если ты не делаешь выбора, то ты все равно его делаешь. нельзя пропустить ход как в шахматах, да, флажок упадет. Ты не можешь просто не делать ход. Ты должен сделать выбор. Это драматично. Вот. Но упреки снаружи пошлые. Вот, о чем я хочу сказать. Дальше надо понимать, что они в разных обстоятельствах звучат по-разному. И когда проклятие шлет человек действительно, да, и находящийся под бомбами, не желающий видеть разницу между мобилизованными, они все враги. Так же, как для моего деда, да, все, и для моей бабушки. Все немцы были фашистами в 41-м году. А так оно и было, да, естественно. Да, и сколько раз увидишь, столько раз убей. Это нормально. Это нормально для военного, для военной психологии. Но когда огромное количество комиссаров на сметах, на очень хороших сметах, очень неплохо устроившихся комиссаров, которые, собственно, сметы свои получают за раздавание пощечин, вот это уже пошло. Я говорю про комиссаров с обеих сторон в данном случае. Хотел еще поговорить про такую, как бы, охоту на детей, как мы это здесь меж собой называем. Это вот случай с девочкой Машей, которая нарисовала рисунок, и который теперь разлучили с отцом. И случай в Бурятии, где у женщины отобрали приемного сына и поместили в приют. Ну, кажется, что таким образом и таким способом можно только настроить против себя людей, когда ты отбираешь у них детей. Ведь каждый может себя поставить на это место. И, с другой стороны, сами дети вообще ни в чем вроде бы не виноваты. Почему они охотятся на детей? Ну, послушай, система самоужесточается, естественным образом. Самоужесточается. Это Навального посадил Путин к Рамурзу, а ребенка отбирал не Путин. Это какая-то тетка, которую надо выгнать к чертям из педагогов просто по факту. Донесла на девочку. Да, это потом какой-то судья, да, это какой-то чиновник или чиновник так решил. Это какой-то судья вынес это решение. Это люди в, ну, ставшие винтиками совершенно самоубийственной карательной системы. Она ужесточается. Если ты с точки винтика, если ты проявишь жестокость, то ты в тренде, ты за Путина. Если ты не проявишь этой жестокости, то соседний винтик на тебя донесет, что ты недостаточно бдителен, что ты поддерживаешь врагов России. И винтики, они не собираются рефлексировать особенно на этические темы. Они просто, да, идут по винту, да, вот как их нарезали, вот так они идут, их нарезали так, вот с таким винтом, вот такой левый винт, понимаешь, вот их нарезали. Они не хотят думать даже. А что касается того, не против ли себя они работают. Понимаешь, какая штука? Если бы у нас была свободная страна, была свободная страна, и вечером этого же дня на телеканале НТВ на 80 миллионов человек появилась бы Светлана Сорокина с вопросом, надо ли отнимать детей, да, с фотографиями, с рассказом, с обсуждением. Ведь люди из упырей состоят, ну, не все у нас упыри, правда? Не все филантропы, но не все и упыри. И вот обсуждать с людьми это день за днем Светлана Сорокина, вот такая условная и безусловная, день за днем, тогда миллионы людей в этот день после программы Светланы Сорокиной схватятся за голову, скажут, что за твою мать, что происходит, как это можно отнимать, как это можно девочку в детдом зарисунок, да, но этой темы нету для огромной количества, для огромного количества этого несчастного пипла, этой темы не существует ни про Машу, ни про, да, ни про бурятскую историю, никто про это не знает, про это знают только жертвы, а все остальные продолжают, как в 30-е годы, смотреть фильм Чапаев или цирк и праздновать, что они живут в самой свободной стране. кольцуя тогда то, с чего мы начали, и эти же люди, вот этих же людей, ну, из их семей, людей мобилизуют, они ничего не сделали для того, чтобы что-либо узнать, и вот мы это незнание как бы считаем, ну, не то, что оправданием, но объяснением того, что они жертвы, если они не приложили никаких усилий, ну, считаем ли мы их жертвами, или они соучастники? Они соучастники и жертвы, и то, и другое, да. Достоин был, да, как у Карамзина про Рим, достоин был позора своего, терпят, чего терпеть без подлости не можно, терпели, чего терпеть без подлости не можно, конечно, позор, конечно, соучастники. Простите нас, бедных убийц, господин Шарлемань, господин Лацилот, говорил Шарлемань, Шварц, простите нас, бедных убийц. Вот цитата года. Простите нас, бедных убийц. Только Шарлемань-то понимал, что убийцы. Да? А большая часть убийц даже не догадывалась. Из тех, которые с удовольствием готовы были наблюдать, как дракон убивает Ланселота. Или обсуждать достоинства очередной девушки-дракона. Обыватели. Они, конечно, жертвы и, конечно, соучастники. Послушай, все эти аналогии, ведь в нашем случае совершенно очевидны. Вот немцы 40-х годов, 30-х, 40-х годов. Соучастники? Безусловно. Жертвы? Безусловно. Должны ли мы видеть нравственную разницу между бойцом сопротивления и обывателем, который доносил из трусости или кричал хайли из трусости? Нравственную разницу, конечно, должны видеть. И обязаны видеть. Но если мы говорим об оценке исторической всей нации, конечно, и жертвы, и соучастники. Это классик. Как и советский народ был, и жертвы, и соучастники. И, да, голосовали за Сталина. А потом стояли на рубеже 90-х, в блокадных очередях, за куском хлеба. За буханкой в одни руки. Я вот эти очереди помню. Да, за то, что я... Мне за то, что я на кухне оттачивал свое остроумие. Да? Вот мне за это. Получи нищету, получи унижение. По делам. По делам. Я сам себя могу оправдывать и оправдываю. Ну, так, другим способом. Но я понимаю, что я соучастник. И я понимаю, что я жертва. Еще один фигурант обсуждений на этой неделе Владимир Владимирович Познер. Вот. Он заговорил. Высказался, так сказать. Все высказал и про войну, и про Путина. Буквально. Все, чего от него ждали. Как вам его высказывали? Слушай, во-первых, ну, то, что я читал, то, что журналисты будут в аду. Слушай, кажется, это про американских журналистов. Мы как-то погорячились. Погорячились радоваться за бессмертную душу Владимира Владимировича. Хотя бы этого. Да? Вот. Понимаешь, у Висбора в песне замечательная честь должна быть спасена мгновенно. Год прошел с начала войны. Это есть вещи, на которые надо реагировать сразу. Если мы говорим о репутации, если мы говорим о достоинстве, опять-таки, если мы говорим о пипле, о пипле, то к пиплу никаких вопросов нету. Если ты объявляешь себя растением, то ты вправе жить жизнью растения. если ты говоришь мое дело телячье, где привяжут там и сыру, отлично, к тебе никаких претензий. Но если ты настаиваешь на том, что ты гомо сапиенс, если ты настаиваешь, если ты приучил тому, что ты разговариваешь, если ты приучил, что твое имя, твою фамилию, твое лицо как-то отличают, то ты не можешь просто притвориться куском дерева на год. Просто исчезнут. Нет. Нет. Это может сделать любой Иван Иванович или Абрам Семенович, не бравший на себя публичных обязательств. Но ни Познер, ни Чубайс, ни очень многие другие такого права не имеют. Это как бы нагрузка к привилегиям. Привилегии, которые дают известность, популярность. Вот к ним прилагаются некоторые обязательства. Познер этих обязательств перед нами всеми не выполнил. Точка. То, что он заговорил в каком-то безоштатном американском университете и сказал нечто вполне двусмысленное. Узнаю брата Колю и нашим и вашим. Познер не идиот, чтобы поддерживать войну, вот так вот сказать, надеть на себя майку с буквой Z. Идиотом никогда не был. Да? Ну, собственно говоря, трудно себе представить вообще хоть какую-то идеологию, которая заставит Владимира Владимировича изменить образ жизни. Свой. Как другой Владимир Владимирович, наш Карамурза, изменил свой образ жизни кардинальным образом, платя за свою идеологию, платя за свое убеждение. Видимо, убеждение как-то помягче у этого Владимира Владимировича. Вот. И он так между струйками и ходит. Все это очень печально. Очень печально для меня, по крайней мере, потому что я отличал, выделял и выделяю Познера из общего ряда этих бактерий. Он, безусловно, на их фоне интеллектуально выделяется. Да и не только интеллектуально. К сожалению, ну, не к сожалению, а, ну, поскольку мы знакомы, есть опыт личного общения, и мне есть, что сказать, хорошее про Познера. Да, по крайней мере, объем фигуры какой-то я представляю себе. Могу даже рассказать. Это, считайте, каминг-гаутом. Но мне кажется, что это будет в защиту немножко Владимира Владимировича. Великая Вика Ивлева однажды в нашу очередную попытку защитить Юрия Дмитриева, историка, сказала мне, Витя, ты же знаешь, ты же знаком со старым лисом? Я почему-то не стал переспрашивать, кого мне, я говорю, знаком. Ну, пускай он выступит, у него же программа, пускай он в защиту Дмитриева что-нибудь скажет. Пускай подпишет письмо, пускай вот так к суду, чтобы отпустить. И я позвонил Познеру, мы с ним знакомы были по телевизионным временам, и предложил ему, вот сказал, вот такая ситуация, вот мы собираем подписи, вот такие люди дали подписи. Назвал имена Чуриковой, Басилашвили, Юрского, Ахиджаковой, там какие-то еще имена, имена, и так далее. И Познер сказал, ну, Виктор, если вы считаете, что я достоин быть в этом ряду, сказал Познер. И в этой печальной шутке была, да, была очень мощная рефлексия. Он, в общем, понимает, где, условно говоря, с точки зрения, так сказать, нравственной цельности, где Юрский, с Ахиджаковой, а где он. Он отдается, я в этом отчет, повторяю, не дурак совсем. И вот эта фраза у меня в ушах, если вы считаете, что я достоин быть в этой компании. Он поставил подпись, и вот память о вот этой фразе, да, если вы считаете, что я достоин быть в этой компании, она в моей памяти осталась. Он, конечно, человек рефлексирующий, безусловно, и внутренне сложный, но, к сожалению, эта внутренняя сложность никаким образом не вышла наружу в эти решающие дни, в этот решающий год. Мне очень тоскливо от этого. Сегодня вышло расследование ФБК, в том числе и про Венедиктова. Я не знаю, вы видели? Я не читал, но видел это. Да, вот хотел спросить, что думаете по этому поводу? Я думаю, что Алексей Алексеевич Венедиктов должен предметно ответить на эти обвинения. Обвинения очень серьезные, обвинения, значит, аргументированные. Не одна баба сказала, а вот, вот обвинения, вот они. Я полагаю, это к нашему прошлому вопросу, я полагаю, что какой-нибудь путинский чиновник может накласть кучу на эти обвинения и сказать, в гробу я вас видал, говорите, что хотите. Да? Да? В большом диапазоне путинского, чиновников. Чиновник имеет право ничего не комментировать. Ну, по нашим правилам на Западе-то нет. По нашим правилам можно сказать, пошли вы все вон. Да? Не столько имеет право, сколько мы привыкли к этому и стало нам это, да, таким заурядным поведением. Это норма. Это норма. Ну, там, расследование против, там, Пескова, Симонян, что они будут комментировать? Они хозяева жизни, а вы шваль под ногами, да? Да пишите вы, что хотите. Алексей Алексеевич Виндиктов, как не погляди, все-таки общественный деятель довольно заметный и очень важная фигура в истории российской свободы слова. И эти обвинения должны быть, на них я с независимением жду ответа. Отсутствие ответа будет для меня очень печальным признанием. Ответ должен быть столь же аргументированным, сколько аргументированные были обвинения. Редактор субтитров А.Семкин